Можно ли увидеть веру? Наверное, это понятие несовместимое. Как можно веру увидеть? Ведь вера – это что-то глубокое, что-то личное, что-то внутреннее. Оказывается, веру можно увидеть. И сегодняшняя Евангелие открывает нам эту истину. Эту веру видит не просто человек, эту веру видит Христос. В Капернауме, куда принесли четверо человек расслабленного, больного, разобрав крышу, опустили его пред ногами Христа Спасителя, Христос увидел веру их и сказал расслабленным «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Обратите внимание, никто ничего не просит. Не просят друзья расслабленного. «Господи, исцели нашего друга!» Больше того, Евангелие даже не открывает нам, а может быть, это были не друзья, а просто соседи. Знакомые люди, которые увидели страждущего, и зная, что Христос есть врач и целитель душ и телес, решили облагодетельствовать Его и принести к ногам Христа Спасителя, своего знакомого. Они ничего не говорят. Мы не слышим, чтобы что-то сказал расслабленный «Господи, вот я болею, я мучаюсь, все на меня смотрят, как уже на человека ущербного, как человека неспособного даже подняться. Я мучаюсь от болезни своей, помоги мне, Господи!» Он молчит, но Христос видит в сердце этого больного. Он всецело доверяет Богу и тем, кто Его к Нему принес. Христос видит веру тех, которые проявили милосердную любовь, заботу об этом расслабленном. И Он видит и их веру. И именно потому говорит, чадо, прощаются тебе грехи твои. Но вот еще один очень важный вопрос. Разве они пришли для того, чтобы Ему были прощены грехи? Они ведь привели и принесли Его для того, чтобы исцелить Его от страшной болезни. Но Христос не говорит о болезни. Он дает больше. Он исцеляет Его греховную природу. А после прощения Ему все грехов наступает исцеление. И вот это удивительный духовный закон, который мы должны уяснить для себя, что грехи являются причинами наших болезней, наше чрезмерное употребление пищи, удовольствиями, наслаждениями. И нам кажется, что так живет счастливый человек, все ест, все пьет, все берет от жизни. А он страдает. Этот человек внутренне мучается, он внутренне расслаблен. А через сто приходят к нему и болезни. И вот Христос дает больше, чем просил расслабленный в сердце своем. Но что происходит с окружающими людьми? Обратите внимание, что тут, как сказано в Евангелии, сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус тот час, узрев духом своим, что они так помышляют себе, сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших? Вы слышите? Нет никакого слова во время этого чудесного исцеления расслабленного. Христос не только видит, но Он и узнает сердечные помышления всех, кто вокруг Него. И Он говорит, зачем такие помышления входят в ваше сердце? Это удивительное Евангелие, которое открывает нам диалоги в основном Христа. Он говорит, чадо, прощаются тебе грехи. Зачем вы в сердцах своих помышляете? Он видит, Он узнает, Он все знает. И это есть наш с вами Христос, который исцеляет, видит и узнает. Поэтому напрасно кто-то пытается скрыть что-нибудь от Господа. Христос сердцеведец. Он знает помышления сердца и мысли наших. Поэтому мы должны мысли свои соблюдать в чистоте. А значит, в чистоте будет сохраняться и наша жизнь, наши поступки, наши дела, наши слова. А если мы не будем контролировать своих мыслей, то тогда мы сможем забыть об ответственности перед Богом, всевидящим, всезнающим, знающим даже помышления сердца нашего. Что легче, спрашивает снова Христос, у собравшихся. Сказать ли расслабленному прощаются тебе грехи? Или сказать, встань, возьми свою постель и иди. Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Здесь мы узнаем во Христе Повелителя. Пред Ним нет ничего невозможного. Даже самая страшная болезнь подвластна одному слову Христа и человек встает. Представьте, тот, который еще минуту назад лежал, берет в свои руки огромные носилки и выносит их из этого помещения. По слову Спасителя Христа он поднимается. Он не только исцеляется от болезней. Как мы видим, он получает физическую силу пронести одр, на котором лежал несколько лет расслабленный. Но вот чем заканчивается это удивительное повествование. Расслабленный тот сейчас встал и взял постель и вышел перед всеми. Так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели. А мы с вами не видели это чудо, но верим. Мы верим каждому слову, сказанному Христом в Евангелии. И если здесь об этом рассказано, веруйте. и Христос увидит вашу веру и вам скажет, чадо, прощаются тебе грехи твои, и ты уйдешь из храма исцеленным. Чего и желаю всем вам в этот удивительный воскресный день. Аминь.